с вами шумики мы продолжаем проходить игру под названием in my test да как вы поняли нас слова вспомнил района нам посрать то что мы это уже проходили мы просто отсюда выбираемся как выбрались до этого да давайте вернемся парень с пеном только не говорите что он украл мне ключи ярумину скрипт сломался скрипт и все не открывается все мы не поговорим с беном если вы думаете что у вас доживю это ни хера у вас не доживю сейчас я буду думать куда мне вообще идти если вы помните то у нас появились ключи для хотя же не мешает просто назад вернулся так ведь или меня ключ от вот этих ворот нет поэтому спустимся в подвал в подвале мы посмотрим не было других развилок но вспоминать он говорил типа за подвал или он говорил за подвал дополнительные ключи о чем говорил бэн 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 о чем ты говорил в подвале в подвале есть в камерах да не в камеру надо но в камерах мы взяли ключ от библиотеки потом мне нужно найти проход библиотеку проход библиотеку нас был закрытым решеткой но так мне кажется один фиг я только сейчас приду в этот как он называется он вентиляционную где мне изначально приняли уйдите в сраку а все я получил ключ все давайте попробуем если сейчас заново будет в книге ключ а ведь все она неактивная видите а потом я тогда эти я пытаюсь вспомнить где у нас еще был проход какой-либо там меня поймает снова рой в библиотеке поэтому смысл библиотеку мне пока что эти нету ну на верхний этаж хоть подожди тут директорская точно где библиотека подвал от получается меня принесли вниз мы открыли двери я прошел через доску открыли еще двери и попали вот этот в обычный проход справа от которого находятся вот эти тюрьмы мы взяли щас ключ поднимаемся наверх справа от нас одна открыта 2 закрыта все я знаю куда нам нам короче до конца в туда прямо потом до конца влево это мы с вами найдем дверь которая была закрыта скорее всего это она есть и там как раз у нас и библиотека была и мир пункт по идее как то так прикиньте ни херам а вот двери открылись спасибо хихи оттуда не пойду спасибо роешу открыл мне двери теперь я могу попасть библиотеку наши родители умрили в тысячу девятьсот восемьдесят третьем году о моно там ветер по кругу фигарит давайте скрема кинучи вы никогда книги не падали бэн отзывись я тут чонатан где скрытый проход в директорскую директорскую чонатан смысла нет уже мы опоздали и я настоятельно тебе рекомендую не заходи в директорскую где дверь бэн давай я расскажу тебе историю а потом если после этого еще захочешь узнать где дверь я тебе покажу место много лет назад 5 летний мальчик попал в автокастострусу своими родителями родители умерли но мальчик чудесным образом вышел это мы да ты знаешь что значит дисоксионные расстройства нет но эта история могут подождать из-за шока у мальчика выключилась психологическая защита при которой человек начинает воспоминать происходящее с ним так будто это происходило с кем-то посторонним и он придумал себе друга у которого семья умерла в автокастострофе с этого и началось дистанционное расстройство идентичности то есть раздвоение личности вымышленный друг стал полноценной личностью когда одна из личностей становится доминающая она захватывает полный контроль над телом мальчика со временем другие личности начинают вторгаться в их мир с помощью своего воображаемого друга мальчик создал тюрьму где другие личности будут под замком малыш с другом управляли этим местом чтобы никто из других личностей не мог быть мальчик вырос и забыл о личностях запертых в его подсознание но и его подсознание продолжал создавать и развивать новые личности прошли годы мальчик влюбился и женился из-за семейный ссор и проблемы у него опять начались приступы раздвоение один из личностей созданных его подсознанием была женщина которая влюбился в мальчика и хотела чтобы он жил с ней она придумала план взять верх над личностью стать хозяйкой и убить его жену и сдаться власть им как психически неравновешенно чтобы избежать смерти казни и в конце концов она выбирала личность которая заберет на себе мучение психической лечебницы и жить мирно и счастливо со своим возлюбленным теперь понимаешь что происходит? Бен, ты имеешь в виду что я тот мальчик? да нет я этого не поверю я не могу в это поверить список поражающих в тюрьме которые ты взял из комнат охраны у тебя взгляни на него кабинет директора жизни не видишь ничего идентичного? все буквы в имени других личностей взяты с твоего имени но твое имя тоже в этом списке? да, мой друг я твое первое творение твой вопрошенный друг мы вдвоем построили это место потом ты все это забыл но я нет Натали или как ты ее зовешь мама ее та девушка которая хочет убить ваш жену Бен, кажется я вспоминаю мне надо вспомнить Сару а спасти Сару где-то дверь, Бен? Джонатан я настояще тебе рекомендую не ходить туда ты уже не спасешь Сару где-то чертовая дверь, Бен? второй этаж прямо перед лестницей там книжный шкаф ты поймешь как открыть там окей ну, короче, как я, в принципе, говорил, что это все у тебя только в мыслях но это действительно все только у нас в мыслях так, нужно обойти монатю темно ну да, не зря типа спички дает, но из-за вот этого эффекта света так херово вообще что видно ну хотя подсвечивается место, куда мне пример нужно идти ой, блин, я ладно, подожди ладно, подожди пять тысяч и счет 45 тысяча девятьсот семьдесят пять ну шо, меня заново вот это все проходить он все еще бегать не может я забыл циферки, которые там на столе были написаны почему я не могу просто тут пройти хороохи завалились своими дрельешами а, 1983 Ку-ку-ку-ку-ку чук-чук чук 1983 1983 я играю или нет странненько ладненько очередные двери я ходить не могу помогу типа мы идем по воспоминаниям да просто ну как то так сделаю или вот так одно из двух будет капли дождя ну не знаю просто еще такие где я могу фук я думаю что ну может быть их возьму посмотрим о да начинается а уволим а конечно немного неровно идет но не суть не ходите туда не ходите туда но это все мои воспоминания да еще сырой такой не иди туда не ходи туда у нихера они тоже за мной идут а остановись я вижу роя так ну знаете не близко нужно было походу сразу бежать может может а вы остановитесь я иду просто на свет о я уже пришел походу слишком ярко ебать они близко они просто через стены валят может мне нужно просто их как принять и да но и и и а что за бред короче один поворот если тут ни хера начмест поймали мясо поймали а я не пойму и тогда нож мне нужно было попытаться все-таки туда в поворот пойти давайте следующий раз попробуем все-таки на право пойти ну просто тогда стоял просто на них смотрел но они все равно тоже как-то поворачивает куда-то я бегать не могу спичек нет короче когда будет поворот направо да вот сейчас потом снова на право сходим посмотрим может там все-таки был проход да 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 я остановлюсь подождем вот видите яр почему так трясет они ускорились нихера не ускорились ну либо еще справа здесь ловушка либо я их разнает ясно это короче очередной лабиринт который хер знает куда идти о нихера себе все-таки я угадал одиос лабиринт очень странно на самом деле seasoning 여기서 и ну и вот и у и и и и и и Окей, что теперь? Походу, ничего. Типа, мы сейчас хотим взять под контроль свой разум. Как я понимаю, Бен говорит, что мы уже опоздали. Скорее всего, мы даже и опоздали. Где я? А, в суде? Что за черт? Что за... Обвиняемый признан в гновном и в убийстве Сары Брэнда, но не будет привлечен к уголовной ответственности по причине психического расстройства и будет помещен в психиатрическую лечебницу строгого режима. Нет, Сара! Что надел? Я не убивал ее! Антон! Да, мамочка. Тебе пора стать директором, дорогой. Ура! Я стану директором! Спасибо тебе, мамочка! Спасибо, мамочка! Что я наделал? Прости меня, Сара! Дом, милый дом. Натали! Это ты? Мнать! Резко, резко! Все хитрически кочем, я знаю. Поехали! Сар iedereen! Субтитры создавал DimaTorzok Ну короче, тот парень всё-таки захватил его разум Если оценивать игру в принципе как инди-игра С элементами хоррора были жуткие моменты, да я не отрицаю Минус... Ну давайте ладно, сначала начнём с плюсов Очень жёсткая... Так сказать, атмосфера Были пугачи и скримеры, но в основном это только просто скримеры Какая-то сюжетная линия Ну она довольно такая, знаете, уже в середине, где можно понять всё Ну благодаря просто стене, то что всё это у меня происходит в голове Но я не ожидал то, что типа всё это, это есть мои, типа, другие личности Также можно отнести, наверное, снова же, это инди-игра Для инди-игры довольно большая Сделано что-то в виде видосиков, да, вот такое что-то всё построено Типа как-то так Если брать из минусов Первый минус это Рой Какого чёрта я... Два раза проходил сраный самолёт с дверью Минус, потому что так бы если я постоянно туда ходил, меня постоянно бы Рой туда кидал В... Душевую Также очень темно, да, понимаю, что даётся нам спички Но от спичек ты тоже нихера не видишь Нужно чисто впритык встать, чтобы что-то хотя бы увидеть Минус, можно ещё как бы отнести это в сраный лабиринт Типа, ну, с одной стороны, да, логично было куда идти, но с другой стороны... Чё? Типа, команда Лабиринт, где я не могу бегать И за мной просто кто-то бежит быстрее меня В принципе, думаю, это всё из минусов Из таких Не, бывает, да, ещё минусы Это, что я бывал терялся, но Попытаюсь вспомнить, где что Ну, может быть, для кого-то это будет изи Ладненько В принципе, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем удачи и всем до новых встреч, друзья До следующих игр хорроров Всем пока